Бунт против полиции в Черновицкой области. Жители одного из сел требуют убрать дежурный пост силовиков на выезде из леса. Даже попытались выгнать копов с силой, за что узнавала Ольга Паламарюк. Конфликт в Банилов-Подгорном назревал давно и вот несколько дней назад обернулся массовым бунтом. Наряд полиции задержал местного жителя, который вез домой дрова на телеге. Сухостой, как объясняет отец задержанного, парень нашел на берегу речки. Полицейские не смогли определить, что это – сухой лес или свежесрубленные деревья и потребовали предъявить документы на груз. Телегу с дровами проверяли почти 8 часов, рассказывает Виталий. Местных жителей это возмутило. Они собрались и попытались выдворить полицейских из села. Этот полицейский пост в селе установили несколько месяцев назад. В Банилов-Подгорном регулярно фиксируют факты нелегальной вырубки леса. Патруль должен контролировать вывоз древесины, но местные жители уверяют, полицейский занимается другим. Люди требуют перенести пост подальше от населенного пункта. Я простой труд, но я маю стянул два суки, ветер уломил два кроки, я загрузил в эфир и я маю трястися и ехать попри вас в ваш пост. А вот в полиции, считая, селяне бунтуют совсем по другой причине. Потому что этим людям просто-напросто не дает подпрацівник полиции незаконно вывозить лесу деревину. То, что лес систематически рубят и крадут местные жители, подтверждают и лесники. Они за дежурный пост. Будь-яка людина має право набирать в лесу сухостей, але не вот такие дерева, а просто падают ветер, ломают ветки. Это питание за це никто не повинен платить. Просто никто сегодня не хочет заниматься. Хочут только хорошую дорогу. Судьбу поста должны решить в ближайшее время. А в полиции после массовых беспорядков открыли уголовные производства по нескольким статьям. Угон служебного автомобиля, хулиганство и сопротивление сотрудникам полиции. Ольга Поломарюк, Игорь Рига. Подробности телеканал Интер. Черновицкая область.